Осторожно за рулем бомбила. Официально в Забайкале зарегистрировано 2000 таксистов. Нелегальных перевозчиков только в Краевой столице больше, чем законопослушных почти в 5 раз. Каждая поездка с такими водителями риск для жизни. Кто должен следить за безопасностью пассажиров и как узнать нелегала? Антон Колганов вышел на большую дорогу. Евгений Мостовой водитель со стажем. Больше 20 лет он за рулем автомобиля. И почти 10 лет зарабатывает на жизнь частным извозом. В октябре прошлого года сделал выбор. Стать таксистом официально. Здесь легальное трудоустройство. И мы занимаемся легальным перевозком именно пассажиров. То есть с нашей стороны, со стороны нашей службы, нарушений в этом плане нет. И какая-то гарантия есть в том, что... Гарантия безопасности пассажироперевозок. Потому что здесь люди едут, спрашивают в случае несчастных, в случае ДТП. Служба обязуется компенсировать. Каждое утро, прежде чем выйти на линию, таксисты должны пройти не только инструктаж, но и тщательный медицинский осмотр. Обязательно тест на алкометре. К работе могут приступить водители не только трезвые, но и не имеющие взысканий по линии ГИБДД. Само транспортное средство каждый день подвергается техосмотру. Однако такие проверки в частной фирме такси в Чите скорее исключение с правил. Ведь в большинстве своем в городе работают так называемые диспетчерские службы, которые не имеют отношения к фирмам такси, а просто собирают под свое крыло владельцев автомобилей. И может оказаться, что на ваш вызов приедет обычный бомбило. Диспетчерская служба это 80% людей, в которой работает нелегально. То есть автомобили и водители не зарегистрированы должным образом, не получают разрешения, не проходят медицинского осмотра, не проходят технического осмотра. Тем самым они имеют возможность для удешевления тарифа на перевозку. Однако дешево не всегда качественно. Не прошедший должной проверки водитель, да еще в состоянии опинения, может стать виновником трагедии. Кто же должен следить за столь востребованным в городе бизнесом? Руководители фирм не один раз обращались в правительство края с таким вопросом. В ответ получали лишь отписки. В этом году решение вопроса наконец сдвинулось с мертвой точки. Мы создаем сейчас совместную рабочую группу, в которую войдут не только представители органов госвласти Добайкарского края, но и сотрудники государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения, представители налоговой инспекции, чтобы проводить такие комплексные проверки деятельности перевозчиков и выявления нелегальных, которые работают по перевозке пассажиров. Нарушителей правил перевозки ждут штрафы и довольно крупные. Так, житель Ленево озера Хилохского района за извоз односельчан был оштрафован на 50 тысяч рублей. Отличить жимбомбилу от легального водителя довольно просто. Такси должны иметь специальные ретовые схемы. В фонаре желтого цвета в самом салоне должны быть установлены таксометры. А на руках у каждого водителя должны быть документы, подтверждающие его профессию. Антон Колганов, Фуат Насерли, Виктор Баранов, Максим Блобачев. Вести Чита.